Остановочные павильоны в Люберцах начали адаптировать под маломобильных граждан. Эти работы проводятся в рамках реализации программы «Доступная среда». Адаптированных остановок в городе пока две. На улицах Инициативная и Кирова. Они находятся в местах, приближенных к соцобъектам. Одну из них проверил глава Владимир Ружицкий. Хорошо, что есть какое-то место для Марида. В любом случае, я могу этим воспользоваться. Автобус подъехал, я в него забрался. Пока больше не нужно. На остановочном павильоне на Кирово стоит укороченная скамейка. Занижены бордюры, уложена тактильная плитка и висит специальное табло с расписанием для слабовидящих. Обычный пассажир мог бы даже и не заметить этого. Однако маломобильные категории граждан остро нуждаются в таких нововведениях. Мы вошли в пилотный проект. Помимо нас еще три городских округа вошли в него. В текущем году именно само министерство нам предоставило перечень, в рамках которого нам нужно было сделать всего два остановочных павильона. То есть мы выбирали только какие это будут остановочные павильоны, в каком месте они находятся. Александр Чувашев – автовладелец, однако иногда ему приходится пользоваться общественным транспортом. К маломобильным гражданам люберецкие автобусы уже адаптированы. Однако остановки в этом плане пока на начальном этапе. Вместе с представителями власти активист опробовал на себе одну из первых остановок, которую уже оборудовали под мам с колясками и инвалидов. Все усилия по доступной среде, они всегда упираются в ровность наших дорог, в ровность тротуаров, как положен асфальт, есть ли там выбоины. Потому что на колясках есть маленькие передние колесики, которые должны ехать по ровной поверхности. В принципе и бабушка может потыкнуться в ямку в дороге, в асфальте. Этот момент самый главный. Кроме неровного асфальтового покрытия, Александр обратил свое внимание на еще один немаловажный момент – подъезды к павильону. По его словам, они слишком узкие для колясок. Здесь, к примеру, мешает проехать урна. Все замечания парня и представители комиссии власти пообещали исправить. Кроме того, их учтут при разработке проектов новых остановок. Подъехать, скажем, на коляске или зайти в павильону слабовидящему немножечко сложновато. Поэтому я поставил задачу, что впредь мы будем ставить подобные павильоны. Должны быть размеры определенные, мы их согласуем с активистами. Адаптированные остановки в Люберцах в этом году появились впервые. Однако реализация программы «Доступная среда» в округе началась несколько лет назад. Согласно ней, повсеместно проводится укладка тактильной плитки, понижение бордюров на пешеходных тротуарах и переходах. Эту работу продолжат и в 2018 году.